Всем привет! Анализ крови, позволяющий выявить рак задолго до появления первых симптомов, разрушению мозга под действием стресса и ловли темной материи. Подробности прямо сейчас. Биологи из Британского университета в Свонсе разработали методику, позволяющую выявить рак за 10 лет до появления первых симптомов болезни. В основе методики лежит знание о мутациях, которые происходят в красных клетках крови задолго до того, как раковые клетки начинают агрессивное деление. Ученые разработали способ анализа крови, позволяющий выявлять эти мутации в течение каких-нибудь пары часов. Пока тестирование проводилось только на пациентах с раком пищевода, однако ученые полагают, что тест покажет любой вид рака. На сегодняшний день эта методика позволяет выявить рак раньше всех остальных существующих способов диагностики. Ведь ранее выявление заболевания – залог выживания пациентов больных раком. Российские ученые показали, что под воздействием стресса в гиппокампе происходят процессы нейровоспаления, ведущие к дегенерации, гибели нейронов и в конечном итоге к эмоциональным нарушениям и потере памяти. Оказалось, что гиппокамп избирательно накапливает гормоны стресса, запускающие нейровоспаление. В ответ на это в гиппокампе и коре происходит выделение провоспалительных веществ – цитокинов. Через месяц после прекращения действия стресса уровень основного провоспалительного цитокина в гиппокампе остается повышенным, в то время как в коре больших полушарий количество того же цитокинов к этому времени приходит в норму. Таким образом, ученые установили, что в течение длительного времени после отмены стрессорного воздействия процесс нейровоспаления в гиппокампе не прекращается. Последствия этого могут быть достаточно печальными. Международная группа астрономов из Кембриджского университета, в которую вошли два российских исследователя, нашла и удачно опробовала изящный метод наблюдения за темной материей, который способен пролить свет на структуру этой загадочной субстанции. Ученые наблюдали за приливными потоками, которые остаются при разрушении шаровых звездных скоплений, вращающихся вокруг нашей галактики. Главная польза от сделанного открытия – возможность оценить массу пролетевших сгустков, а значит наложить ограничения на массу до сих пор неоткрытых самих частиц темной материи. Дело в том, что чем меньше энергии этих частиц, тем менее массивные сгустки темная материя может образовывать. Это были самые полезные новости науки на сегодня. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова